Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons и хочу вам сказать одну вещь. Как же все-таки хорошо иногда поспать. Поспать и отдохнуть, потому что посмотрите, что было за эту ночь, да? Или когда это было? Ну да, в общем, я вырубился и потом читаю чат и смотрю, а там паника, уже просто пишут, что происходит? Чувак пишет, пришлось менять часть эфира на биткоин, чтобы не ликвиднуло, там что? И в итоге просыпаешься, а мы уже снова на той же точке, где и были. То есть, вот он, манипуль в действии, ребята. И прикиньте, если бы я тут тоже на это все смотрел, я бы наверняка начал сокращать позиции, вот здесь вот резать там. Ладно, у меня хоть плюс хороший, у меня точка входа по эфиру, 2.100, она байбит. А если бы у меня точка входа была вот здесь, понимаете? Короче, это еще раз нам показывает то, что действительно нужно набирать вот здесь, где всем страшно, где все продают. И то, что нужно отвлекаться почаще от экранов, своих телевизоров, хотел сказать. Ну, вы поняли, короче. Вот, а так в целом, что? Очень бычьи дампы. Очень бычьи дампы, хочу я вам сказать. И, конечно же, всех интересует, что с альткоинами, мы сейчас об этом тоже поговорим. Например, OneInch дал сигнал на выход из шорта на недельном таймфрейме по индикатору Tootsie. По индикаторам обязательно посмотрите наш большой-большой обзор на полтора часа с Пифагором, который мы сделали. Вот, индикатор Tootsie дал сигнал в выход из шорта. Да, это еще пока не сигнал вход в лонг, но сигнал вход в лонг он даст вот здесь, скорее всего, когда OneInch будет пробивать вот это сопротивление уже. Но, что мы можем здесь видеть также, так это по MarketCypher мы видим зеленую точку вот здесь. И MoneyFlow вроде как готов, готов пойти наверх. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер. Опять же, Parabolic SAR. Еще пока у нас нисходящий но. Но, я думаю, что OneInch. Да, на трехдневном таймфрейме он уже давал сигнал на лонг и выход из лонга. Но, я думаю, что OneInch все-таки еще себя очень хорошо покажет. Тем более, что проект просто превосходный. Вот он, опять же, выход из шорта сигналит. И MoneyFlow здесь уже зеленый. Так что, да, OneInch очень интересен. Но, давайте все-таки поговорим про биткоин сначала. Про альткоин сейчас мы тоже поговорим. Биткоин на трехдневном таймфрейме, смотрите, MoneyFlow-то уходит в красненькую зону потихоньку. Несмотря на то, что здесь зеленый кружочек. Сигнал такой, немного идет вразрез с остальными. Потому что, в целом, смотрите, у нас вход в лонг. Показано, отработан превосходно. RSI тоже идет наверх. Но это трехдневный таймфрейм. А на дневном тоже мы в лонг зашли и идем в лонге. То есть, мы находимся в аптренде. Биткоин, кстати, уже 56 тысяч с половиной. Офигеть, как полезно отвлекаться иногда. Также у нас тут был дивер, который отработал. MoneyFlow зеленый, биткоин растет. Все прекрасно. Все, как мы и ожидали, ребят. Как мы и ожидали. Хотя нас все хейтили. В комментариях писали, что мы двежий рынок, что мы хомяки, что нас побреют. Ну, как обычно все, короче. Уже чему удивляться-то. На часовом таймфрейме, что мы можем видеть здесь, что была очень сильная тень. Опа. Это что такое было вообще? Слушайте, я все пропустил. На часовом таймфрейме мы можем видеть, что была очень сильная тень. Это у нас биржа Bitstamp. Подождите, что, реально такая хрень была? Офигеть просто. На Bitstamp у нас был дамп на 51 тысячу долларов. А на Binance? А на Binance ничего подобного нету. Слушайте, как это так вообще? Просто охренеть. На Binance у нас был дамп на 54, а на Bitstamp был дамп на 51. Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях прямо сейчас. Но опять же, это к разговору о волатильности x10 и к тому, что, помните, я вам говорил, не берите большие плечи. Если вы стоите в лонге без стопов, у вас ликвидация должна быть, ну, как минимум, за вот этим вот лоу. Как минимум. Это и то, если вы в краткосрочном лонге, потому что может быть вот так. Или вот так, как здесь было показано, понимаете? Сопля может быть вот так. Вот, это же биткоин. Оно потом все даже не видно будет, когда вот так вот он встанет. Вот эти сопли, они будут нормальные. Вот. Но по-хорошему, если вы торгуете без стопов, то у вас вообще ликвидация должна стоять где-то за 30-кой. Вот здесь, за предыдущим дном. Ниже 30, понимаете? А лучше уж вообще там еще ниже. Как вот у меня сейчас. Я дотянул, у меня ликвидация 19, 250. И то. И то, понимаете, ребята? Все может быть. Коронадам 2.0 и так далее. Поэтому очень осторожно. Тем более, если вы на всю котлету стоите. Но да ладно. Биткоин. Параболик Сар показывает нам на зеленое движение. Moneyflow, RSI все показывает на зеленое движение вверх. Что мы, собственно, и видим. Но вас наверняка интересует, ребята, другой вопрос. Что с гребанными альткоинами? Почему они так сильно не пампятся, как биткоин? Почему они пампятся, но мало? Мы хотим больше. Мы хотим сильнее. Мы хотим все деньги мира. Сразу. Поэтому. Смотрите. Вот чувак прислал мне сегодня в телегу сравнение капитализации альткоинов. 2017 год. Да. И 2021. Но тут, конечно, вот этот Spring Grand чуть-чуть различается. Fail Recovery. И представляете просто, что будет сейчас, если кап альткоинов улетит на 10 триллионов? Я не представляю, честно. Вот. Да. И хочу напомнить вам, что обязательно подпишитесь на наш Telegram, если вы хотите быть в курсе всех событий первыми, потому что иногда прямо туда даю какие-то графики, мысли, не успеваю сделать видео. Ну и, конечно же, наш Telegram-чат, ссылки на которые в описании. И для продолжения Баурана давайте раздадим немножечко Даша через наш любимый MyDashWalletBot в нашем чате CryptoCommons. Подбодрим всех. Так что да, кто еще не в нашем чате почему-то и не пользуется MyDashWalletBot, я не знаю, чего вы ждете. Тема офигенная. MyDashWalletBot. Добавляете его к себе в друзья. У вас должен быть в Telegram username, чтобы им пользоваться обязательно. И все. Вот вы можете сюда заводить, средства выводить. Не надо ничего, ни по каким ссылкам переходить, никакой редим. Просто здесь у вас есть команда Deposit. Есть команда Withdraw. Вывод. И так далее, и так далее. В общем, более подробная инструкция по MyDashWalletBotу есть в видео про Dash 2.0. Сейчас она появится сверху. В вторую часть видео мотаете и смотрите точно, как пользуются этим ботом. Просто спамить чат Рейном не надо. Вот. Ну что тут скажешь, раз уж мы заговорили про Dash. Смотрите. Капитализация отскакивает. Это что значит? Ой, фу ты. Доминация. Доминация битка отскакивает. Это значит что? Что в моменте он идет лучше, чем альткоины. Что мы, собственно, и видим. И все, кто торгует Dash к биткоину или другие альткоины к биткоину, наверное, сейчас находятся в просадке. Тем не менее, что мы можем видеть также? Что вот есть сопротивление и есть поддержка. И на самом деле, доминация может походить еще в этом коридоре. Может даже ложно его кольнуть наверх. Но я думаю, что она пойдет все-таки вниз. Дисклеймер. Это просто всего лишь мое мнение. Это мои ожидания. Потому что я жду, что альт-сезон еще совсем не закончился. Поэтому давайте посмотрим несколько альт-точков. Биткоин кэш. Опять же, все сейчас его хоронят. Говорят, что нахрен он никому не нужен. Тем не менее, восходящий тренд. Parabolic SAR на дневке тоже показывает наверх. Money Flow смешанный. Но я бы сказал, в целом, глобально более бычий. То есть красные меньше, становятся зеленые больше. Точки. RSI. Но сейчас мы в стадии отката находимся. То есть, возможно, небольшой корректоз перед продолжением роста. Будем смотреть. При этом биткоин кэш к биткоину, ну, просто накопление вообще самое настоящее. Вот как вот было здесь. Он падал, 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 падал. Все накапливали, боялись, выходили по стопам. А в итоге пружина сжалась. Смотрите, он накопился. И что сделал? Очень хорошо выстрелил. Поэтому, опять же, кто не боится вот это все скупать. Ну, мы на правильном пути, ребята. Я не думаю, что надо менять здесь тактику. Особенно уже в конце этого нисходящего движения. Тем более, вот, посмотрите, какие дивера. То есть, что нужно сейчас? Чтобы биткоин в какой-то момент остановился. Я не знаю, 60 он тысяч пробьет сейчас. Или 70, или 90, неважно. В какой-то момент он остановится. И попрут альты. То есть, альты будут и так, и так расти, но не так сильно, как биткоин. Чуть медленнее. Поэтому мы будем видеть дамп альтов к биткоину. Окей. Следите за тем, что у вас там не ликвиднуло. Dash BTC. Гигантский дивер на дневном таймфрейме. Гигантский дивер. Куча зеленых точек. Опять же, я вам говорю, супер падающий клин внутри супер падающего клина. Внутри большего супер падающего клина, внутри еще больше супер падающего клина. Как вы можете видеть, это трижды бычий паттерн, который при пробитии наверх просто улетит так. Ну вот, больше, чем вот здесь, я думаю. Это было на несколько иксов движение. Просто улетит вот так вот. Назад аж чуть-чуть даже. Вот так вот полетит, понимаете? Вот так и вот так. Не успеешь и глазом маргнуть. Так что дисклеймер, конечно. А Dash что? Dash USD уже, в принципе, это делает. Уже растет. Опять же, параболик SAR наверх. Ну, выглядит очень похоже, кстати, на биткоин кэш. Посмотрите, был хороший припамп. Был разминочная история вот эта на 500 долларов. Все, мы готовы пробивать на новой хаи. Вот что я вам могу сказать. И очень много хейтеров, очень много пишут. Да признай ты уже, что Dash это скам. Да все, вы там не туда попали. Это прекрасно, ребята. Вы же сами понимаете. Очень хорошо, что они так пишут. Они сейчас все продадут. И мы полетим. А у Dash, кстати, листинг набайбит в конце. Что сейчас идет у нас? Октябрь. В конце октября. Между делом. Только я вам этого не говорил. Это инсайдерская информация. Вот. Поэтому все прекрасно. Dash к эфиру еще прекраснее в накоплении, чем биткоин. Потому что эфир очень сильно пампился. Так что, опять же, можно брать. XRP, кстати говоря. Вот помните, я говорил, что XRP начнет пампиться, когда все про него забудут. И что мы видим? XRP лучше всех начал пампиться вот здесь. Это мы внутри дня мало что видим тут. Тут все зеленое, кстати. По XRP вообще прям все супер-мега-зелень. Но если вы посмотрите часовик, XRP вчера очень неплохо запампился вот здесь. Давайте я все это уберу. Вот здесь XRP вчера запампился на 15%. Это, конечно, фигня для крипты. Но в целом это хорошие движения. Типа как вот здесь. То есть мы сейчас можем поконсолидироваться. И дальше, я думаю, пройдем пробиваться еще выше. XRP прекрасно выглядит. Stellar от него отстает. Сегодня такой эфир про старичков. Я просто хочу сказать, что все молодцы, кто накапливают старичков, не ведитесь на этот гон, который пишут вам в чатах, в комментариях. Вас просто сейчас заставят их продать за бесценок. И у вас же их потом скупят. Поэтому все тут хорошо. Все выглядит отлично. Новые монеты даже не буду смотреть, которые перестреляны. С ними ничего не понятно. Но вот, о май гад, о май гашечка тоже пошла. В принципе, ее еще можно, наверное, брать. Да, в принципе, сейчас любой щиток можно брать, если опять же ждать. Вот смотрите. Постепенно набирать. Ждать, пока доминация, может быть, сходит еще выше. Биткоин сходит куда-нибудь на 58, там на 62, не знаю. Или даже перепишет all-time high. И вот там догружаться по полной уже альтами к битку и к доллару. К доллару уже можно, в принципе, брать, держать, потому что они все равно растут худо-бедно. А к битку постепенно догружать. Если вы держите, то держать. Держать, держать, не вынимать. Атом. Атом консолидируется. Посмотрите. Атом консолидируется, рисует некий такой треугольничек перед пробоем. Понятно, что будет зависеть от того, куда это пробьется. Но я считаю, что даже если это пробьется вниз, то это будет ложник. И мы улетим наверх. Потому что атом еще не закончил свой тузамун. Это очевидно. Если посмотреть на недельный таймфрейм, атом прямо вот сейчас находится в отличной зоне продолжения роста. Единственное, что, если он продолжит падать, то у нас тут будет гигантский дивер, который, конечно, может быть, повлечет за собой большую коррекцию. Не знаю. Короче, атом, я думаю, что попрет еще выше. Вот как все эти щиткоины, которые вроде уже все, пора было шортить, они сделали вот так. Но опять же, дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. И что еще? Трон. Очень сильно накапливаю трон. Это вот из рубрики для тех, кто не успел в Солану. Трон тоже, посмотрите внимательно к биткоину, нереально бычи смотрится. Нереально бычи. Нереально по бычи. Потому что вот у нас нисходящее сопротивление, которое он сейчас прямо с которым сражается. И вы можете даже сказать, что он его пробивает. Ну, правда, он от него сейчас откатывается. И, наверное, можно все-таки ожидать еще медвежий сценарий и трон по минус 200 Сатоши. Шучу. Нет, на самом деле трон в какой-то момент просто сломает этот тренд и полетит вот так вот, параболически, как он всегда и летел. Поэтому с точки зрения инвестиции накапливать в небольшом плече марджин ходу, пожалуйста, welcome, все делается уже сейчас на наших глазах. Будущее становится настоящим. Настоящее становится прошлым, а будущее становится настоящим. Поэтому успейте инвестировать в свое будущее. Ну и, в принципе, инвестировать в крипту, ребята, вы это уже, я думаю, поняли. Самая-самая неплохая идея. Как Карл сказал, не владеть биткоином – это еще более рисково, чем владеть биткоином. Все вот говорят, владеть биткоином, держать биткоин – это риск. Еще больший риск, ребята, это не держать биткоин, как вы можете видеть из графика. Вот. Ну и что мы можем видеть по заявкам на TRDR и О по биткоину? Мы в зоне продавца. Мы сейчас с ним имеем дело. Вот мы от него отвергаемся как раз, потому что покупателей здесь уже не так много по ордер-бук-оверлею. Кстати, да, этот индикатор мы тоже не смотрели. Это сайт TRDR.io, кому интересно. Индикаторы называются Order Book Depth Overlay и Order Book Top Levels. Он показывает со всех бирж, с Binance, с Bybit, с Deribit, со всех больших бирж, все заявки лимитные из стакана. Но, тем не менее, я хочу сказать, мы и здесь видели большого продавца с вами, помните? И что за этим последовало? Небольшая коррекция, рост. Поэтому я жду, что этого продавца вынесут. Будет небольшая коррекция и рост. Вот то, чего я жду. И на этом этот выпуск заканчивается. Спасибо большое, что смотрели. Все партнерские ссылки в описании. Лучшие биржи. Наши телеграммы. Как торговать на биржах. Полезные видосы. Криптообменники, кстати. Отличные криптообменники локальные. Холодные кошелечки и все остальное. Ну, а с вами был Грин, это канал Крипто Комманс. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, лайкайте, интересуйтесь криптой. Обязательно ходите крипту. Рассказывайте о ней друзьям, близким. Ставьте им кошелечки. И продвигайте это дело в массы. Ну и скоро увидимся. Пока. Всем профитролей. Продолжение следует.